Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Какая малая родина для вас? Ну, для меня малая родина, вы знаете, я родилась в Минске, так, в общем, получается, не очень малая, да, но если говорить о том, что я уже большую часть жизни живу в деревне своей, около дудуток, птичь, то для меня вот малая родина, это пространство вокруг моего дома, это дудутки, это река, это то, что меня окружает, ну и, конечно, местные жители. Мы очень много занимались историей этой деревни дудичьей, вся она легла в основу концепции музея дудутки, ну, в общем, для меня малая родина там. Мне кажется, что малая родина, это не только место, где ты родился, и где прошло детство, и откуда родом твои предки, где остались их могилы, это родина души человека, место, куда тянет, и с чем связаны какие-то самые лучшие воспоминания. Да, согласна, конечно, обязательно место со своим духом, дух-место, что-то, что, ну, как бы очень сентиментально для человека. Вот, Валерия, я смотрю, вы родились в Минске, а тянет к дудуткам. Наверное, чем-то приросли, ну, понятно, душой, но чем еще вот это вам место очень нравится? Ну, в принципе, я уже перестроилась, да, мне больше нравится деревня, сельская местность, мне больше нравится там, где нет скучности людей, мне больше нравятся такие нормальные биоритмы природные, где есть рассвет, закат, где есть птицы, где есть трава, запахи и так далее. Ну, и, конечно, в дудутке это часть моей жизни, часть жизни моего супруга Будинаса Евгения, который, собственно, создал эти дудутки. Ну, в принципе, это история уже нашей семьи, понимаете, и поэтому важно. Вот смотрите, вы родились в Минске, да, но Минск ведь когда-то был совсем маленьким городком. Это правда, да. Это потом он получил столичный статус и стал таким центром притяжения, магнитом надежды и возможностей многих-многих людей, да, и люди туда потянулись. Раньше ведь в деревнях семьи были большие, смотрите, сколько было детей. И хорошо, если кто-то один оставался в деревне, чтобы там продолжалась вот эта жизнь, а остальные ехали в город. И вот из нынешних минчан, я думаю, что, ну, из теперешнего поколения уже многие родились сами в Минске, но вот их родители, и особенно бабушки и дедушки, как правило, не из Минска. То есть малая родина, возможно, где-то там, в глубинке, в деревне. Вот, и бываем ли мы на этой малой родине? Всё-таки человек, который уже осел, и сознательная жизнь проходит вот в большом городе, в этом ритме, вырваться туда бывает сложно. Но только вот на Радоницу выезжает, да. Если остались родственники, конечно, приезжает. Но я говорю о том, что вот эти места, они потихонечку приходят в запустение. Сначала зарастают бурьяном, потом что-то разваливается. А потом люди уже думают, а есть ли смысл туда ехать, потому что там и людей не осталось. Да, в общем, есть такая грустная картина, она, конечно, не везде. И бывают оптимистические сценарии. Например, людей потянуло всё-таки на родину, они вышли на пенсию или стали старше, или решили заниматься агротуризмом. Они возвращаются, и это родовое гнездо своё восстанавливают. Глядишь, и вся семья, в большом смысле семья туда подтянется. Посмотреть на родительские дома, на предков – это один вариант. Второй – могут купить горожане этот дом и начать уже другую жизнь, вдохнуть новую жизнь. Там же родятся, я не знаю, дети, внуки – это уже будет родина для кого-то другого. Поэтому мы, конечно, очень рады, что этот год малой родины, потому что я считаю, что для нашей страны и нации это, может быть, такая определяющая идея. Конечно, это очень важно. Это какой-то призыв вспомнить о своих корнях. Ну, а что мы можем сделать для этого места? Понятно, что есть уже примеры, когда бизнесмены с именем и с деньгами инвестируют в развитие своего района или населённого пункта, где они родились. Хорошие примеры. Но не у каждого есть такие возможности. А что обычный человек может сделать для этой малой родины? Я думаю, что обычный человек тоже очень много может сделать для малой родины, для своей, да, относительно своего масштаба и, я не знаю, размера семьи, дома, своих денег. Но если этот человек делает что-то для малой родины, это очень вдохновляющий пример для других. И другие люди начинают делать, ну, не то же самое, но тоже что-то делать. Например, соседи, например, соседние деревни, например, весь район. Поэтому вот такие в хорошем смысле примеры, они вдохновляют других. Вы знаете, Валерия, я знаю очень многих молодых людей, которые однозначно сказали, что вот как только уйдут на пенсию, они обязательно уедут к себе на малую родину. А я знаю таких людей, которые вышли на пенсию и уехали. И уехали. Так вот они говорят, что я однозначно продам свою городскую квартиру, чтобы вложить вот это родовое гнездо деньги. И я знаю ещё такой пример, что рядом вот у моего знакомого есть заброшенная усадьба какая-то, ну, панская, наверное, с какой-то древней историей, легендами. И вот он хочет там чего-то сделать. Что бы вы ему посоветовали? С чего начать? Ну, это прекрасный пример. И я думаю, что вообще надо оценить, хотят ли эти люди делать для себя что-то, или хотят это делать потом и для туристов, что значительно интереснее. Да, поэтому, конечно, связаться с нашей организацией, мы поможем это сделать. А относительно истории места, у меня есть очень хороший друг, историк Киштымов, Андрей, известный очень. И он всегда говорит, такого не может быть, что в этом месте нет истории. Это значит, мы её не знаем. Всего в Беларуси так много происходило на протяжении веков, то, конечно. Но, к сожалению, а где не найдёшь учебника по истории своего маленького города, или посёлка, или деревни, и по истории своего рода? Это нужно самому искать. Ну, не обязательно. Это всё-таки должны, если есть какие-то средства, или, ну, скажем, друзья-эксперты, лучше, чтобы это делали профессионалы. Мы даже хотели открыть, вот, окол, ну, собственно, она уже и есть, наверное, на основе нашей организации, вот такое историческое бюро. И чтобы люди к нам обращались, а мы соединяли их с историками. Потому что есть удивительная история. То есть, у вас такой контакт плодотворный с историками. Это очень важно, потому что это, я называю, уходящая натура. Да, вот, например, эти старые люди, которые уже в годах и уходят. И если мы не возьмём истории, рассказы, их мастерство, умения, это просто всё исчезнет. И очень важно, вот, Дима, извини, и очень важно вот эту историю как-то преломить через себя, прочувствовать её и что-то сделать вот на этом месте. Вот я очень хочу, чтобы мой знакомый сделал эту панскую усадьбу, потому что, насколько я знаю, там и озеро заброшенное, огромное было, и лебеди были когда-то, он рассказывал. То есть там, наверное, есть место, есть, где приложить свои молодые руки. Конечно, дух, место, гений слотцы. Пусть начинает, пусть начинает частями, да, как-то вводить. Даже если нет денег, что естественно у большинства людей. Может, от насельчан привлечь к этому делу тоже. Они расчистят, они помогут, толакают даже, как бы, у нас кровью. Наши усадьбы – это пример заботы об этой малой родине. Вот я, давайте вместе с вами, у нас, мы заготовили сегодня ряд включений, да, вот первое, кому мы сегодня позвоним, расскажите. Да, это будут Андрей и Алла Нижники, это деревня Заричаны и усадьба Заричаны. Это какой район? А в 10 километрах от Дудуток, это Пуховический район, по дороге туда. Алла, Алина бабушка там жила, и они этот дом, ну, решили восстановить. Сейчас они уже там, и дети их переехали, и внуки, и у них получился уже такой комплекс из домов. Мы уже дозвонились им, да, давайте мы поздороваемся. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Андрей, привет, да. Расскажите, Андрей, а вы родом из откуда? Ну, сам я родом с Ракова, ну, а так в Минске всю жизнь прожили. Ну, и в 90-м году нам бабушка дала шнурок, так называемый, 15 метров шириной и 165 метров длиной. Вот, ну, и на этом шнурке построили первый домик, ну, а потом, когда вот уже встретил, увидел Валерию Анатольевну, познакомились и решили, что это, конечно, наше дело, потому что всегда, каждую субботу, воскресенье у нас были люди, отдыхали наши друзья, товарищи. Всем все нравилось, ну, и в понедельник мы уезжали на работу в Минск. А вот этот участок земли, он, получается, бабушкин, да? Да, это был бабушкин. Она просто там картошку все время сажала. А почему вы назвали шнурок? Ну, потому что были длинные узкие. А, узкие, да. Да, но я знаю, это Алина бабушка, да, и я хочу сказать, что недавно они, ну, кроме вот домов и шикарной инфраструктуры агротуристической сделали музей. И они назвали, это уникальное явление, я считаю, они назвали это музей семьи. Но это, да, это музей их семьи, но и это музей деревни. И я видела, как жители деревни приходили и приносили им туда свои экспонаты. И там есть легенда про, ну, скажем, там, любовь девушки, парня и рябиновые бусы, которые положены были в дупло, и потом рябина выросла из этого дуба. Да, Алла? Я права, если Алла рядом. Да, да, да. А вот скажите, Андрей, насколько это трудно, конечно, искать информацию своей семьи? Потому что пока живы родственники, можно спросить, кто, а кто был вашими родителями и так далее. Но в конечном итоге окажется, что нужно идти в архивы, заказывать метрические книги, и не всегда удачно эти попытки что-то раскопать. Вот что вы узнали о своей семье, и насколько далеко, вглубь поколений, вот, в вашем музее можно такую информацию найти семейным? Ну, мы докопались примерно до четвертого колена, и оказывается, что еще где-то в девятнадцатом году в Канаде есть родственник какой-то. Вот, поэтому особо мы никуда не ходили, эта вся информация у нас получилась удачно от родственников. И, в принципе, деревня у нас очень много знает про наше местоположение, про нашу родню. А деревня Боряша и Андрей? В деревнях где-то 110 домов. Единственная проблема, что, конечно, летом приезжает очень много людей, а зимой всего лишь где-то домов 10, наверное, у нас, которые постоянно проживают. А так, тишина и спокойствие. Кстати, деревня – это ведь тоже большая семья, потому что, ну, раньше женились где? Часто там кто-то из этой деревни, и фактически люди становились родственниками. И вся деревня, если не родственники там по близкой какой-то линии, то дальние родственники – это точно. Да, это так. Вот я хочу просто сейчас всех призвать, вот мне так понравилась идея с этим музеем семьи, да, если бы в год деревни все-таки, ну, каждый, не каждый, но подумал о своем генеалогическом древе, о том, кто жил здесь раньше, и опорнил хотя бы, ну, не как они, целый дом, музей семьи, а какой-то уголок. Это было бы очень хорошо для всех и для будущих детей и внуков. Это прекрасно. Ну, а как это сделано, можно посмотреть тогда в усадьбе Заричаной, да? Да, 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 у них есть отдельное здание, называется «Дом семьи», и они недавно открыли его. Андрей, скажите, работающая усадьба, да, вы принимаете гостей постоянно? Постоянно принимаем, да, но в этом году, конечно, наплыв людей намного меньше, но в то же время есть пары и очень заинтересованы в нашем музее приехать посмотреть. Треть походить. У нас есть дома на деревьях, у единственных, наверное, в Беларуси. Это потрясающие два дома, да? Вот чем вы удивляете туристов, да? Ну, да, ну и самая наша гордость – это то, что с нами работают дети. Пришлось сыну построить дом, он находится рядом практически с нами, он с невесткой живет, у него ребенок родился, и они безвылазно все время находятся в деревне. И нравится молодежи? Нравится молодежи? Молодежи нравится. Они сделали свою усадьбу уже, да? То есть они дело ваше будут точно продолжать? Спасибо. Да, они будут с нами дальше. Спасибо, Андрей. Усадьба Заричан, и всех приглашаем. Андрей Нижник, Алла, которая рядом, супруга находилась. Вы знаете, вот я вспоминаю, был в одной усадьбе, она в Латвии находится. Там, в принципе, как и у нас в деревне, только хутор, которого уже нету. Там, наверное, люди все-таки любили больше простор селиться, да? И на этом бывшем хуторе хозяева отстроили даже не усадьбу, а целый огромный комплекс. Там можно и свадьбу сыграть, и приехать на отдых, и провести целый отпуск. Но я тоже видел подобные музеи, где они раскопали старинные фотографии, как это все выглядело. Интересно, да? Да, вложили очень много денег туда. Я вот спросил, а почему вы это сделали? Они говорят, потому что здесь, с этого места наши предки. И у нас всегда была мечта, чтобы это место, которого уже нет у этого давно хутора, чтобы она каким-то образом получила новую жизнь. Но единственное, что я вот подумал, стали ли бы они вкладывать эти деньги большие, если бы этот бывший хутор не находился рядом с оживленной трассой. Не всем так повезло. Не всем, да. Вот когда и так совпадает, что и место такое удобное, тогда можно, да, и агротуризм развивать, и еще больше денег вкладывать. А есть ли это, как говорят, медвежий угол, куда мало кто доедет? Ну, вы знаете, сейчас уже все почти на машинах и доезжают. Вот пример усадьба Ганка, да. Это же ведь не на трассе расположено, в Воложинский район. Там достаточно надо углубиться, ну, как бы в эти деревни, в леса. Но у него потрясающе. Он именно на хуторе Эпимахи сделал свою усадьбу. Он строит там и сейчас цех для производства хлеба, и мастер-класс, и веревочный городок, маленькое озерцо. Но я думаю, что в будущем он просто даст ему статус поселения. Это очень интересная история Эпимахи. Семья туда переехала, и сваты, и дети. И вот вам новый импульс для развития деревни. А вот в целом, если посмотреть, сколько у нас теперь уже усадеб, да, как правило, люди выбирали место именно на свою малую родину, или вот там случайно какой-то выбор. Но все равно это было, как правило, там, где когда-то была деревня. А люди ведь селились не случайно, да. Там были какие-то, не знаю, биотоки, или трассы, или река, или что-нибудь. Ну, в общем, в смысле духовного, там было действительно что-то особенное. А как вы считаете, вот то, что появились эти агроусадьбы, успешные, в деревнях, которые считались такими умирающими и неперспективными? Там, где раньше была школа, но она давно закрылась, где был магазин, сейчас доезжает только автолавка, где нет возможности, вот, как мы ходим на работу, людям негде работать, где остались только старики и все меньше домов, где горит свет. И вот эта усадьба, что, какой она путь показала? Да, вы знаете, конечно, все по-разному, но в большинстве это люди, которые хотят развития деревни. Это люди, которые принимают туристов. А туристам интересна все-таки белорусская история, культура и так далее. И очень многие примеры, например, усадьба «Полесские традиции», Нина Головацкая, она старых жителей деревни привлекает все время. И к ней приезжают гости, ну, не знаю, корпоратив, день рождения, свадьба. Всегда приглашаются ремесленники, всегда приглашаются бабушки, которые знают такое количество местных песен, что просто невероятно. И для этих людей это, а, возможность общения, б, какого-то заработка. И я считаю, что вот усадьбы дают возможность такой, ну, скажем, креативной старости для пожилых людей, которые там. Люди востребованы, людям это нравится. И это какой-то такой катализатор или, не знаю, стимул для развития деревни. Поэтому я считаю, что в большинстве своём наши люди примерно вот так себя и ведут с местными сообществами, общаются, сами истории собирают, может быть, какие-то, ну, старые вещи тоже. Поэтому в большинстве своём это очень нормальное гармоничное развитие. Какие у нас были вопросы? Вопросы были разные, очень интересные. Валерия, даже вот стихи посвятили вам в вашей работе. И поблагодарили за программу, за тему поднятую, потому что, говорит, ну, тема Родина, она всегда, говорит, щемящая, берёт за душу, у каждого своя Родина. Вот человек из Могилёва позвонил, он живёт в Могилёве, а Родина Любонщина, остров Дислов. И стихи нам даже посвятил. Я хочу домой на Родину, там моя молодость осталась. Ну, а так, вопросы, конечно, касались вот такой темы. Значит, вот первый интересный вопрос. Из Новогрудка дозвонились. Возможно ли связаться с гостей, с вами, Валерия? Да, конечно. Контакты, пожалуйста. Да, вот знакомые. Так вот, у них есть проект целого комплекса арурков, это усадьба. Значит, есть разрешение начинать реконструкцию, есть команда. Но, говорит, вот с чего начать? Вот какие-то организационные, может, вопросы, может, какие-то образовательные курсы. Где деньги найти? Вот какие-то вот такие вещи. Хорошо, смотрите. То же самое вот спрашивают из Гомельского, из Гомельской области. Просят вообще узнать, где вас можно разыскать, потому что посоветоваться. А вы видите, как людей задела тема? Это, получается, место городской посёлок Азаричи. Они хотели бы тоже узнать, с чего начать восстанавливать историю места. Ну вот, смотрите. Наш телефон в Минске 318-04-65. Называется Организация Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне». Всё остальное есть на нашем сайте. И адрес Дунина Марцинкевича 6. С нами можно связаться. Теперь насчёт, допустим, обучения. Где-то в апреле, весной и осенью, собственно, мы проводим семинары для начинающих. Там собираем всех наших экспертов, хороших друзей. И для тех, кто начинает заниматься этим, это идеальное место встречи и знакомства. Как правило, там 15-20 человек. Какая-то заявка должна быть от них. Да, вот нам по телефону обратиться или по имейлу, и мы всё запишем. Мы делаем это вместе с Белагропромбанком на их базе. Поэтому вот таких два семинара в год мы проводим. Плюс масса всяких мероприятий. О них можно почитать на сайте. Теперь вот про эти инициативы. Это вещь всегда хорошая. Очень хорошо, что есть команда. Сначала нужно принять решение, какая это будет форма собственности. Или это будет несколько людей. У каждого будет по дому построению. Либо это будет какое-то, я не знаю, фермерское хозяйство. Или фонд, или нечто. Для того, чтобы потом уже именно эту организацию продвигать для получения финансов. Что касается места под Новогрудком, я думаю, что эти территории, Гродинская область, они входят в разные программы трансграничные. И периодически объявляются конкурсы проектов для финансирования. И если они уже сделали все проектно-светные документации, то вместе с партнерами, надо поискать партнеров в Польше или в Литве, можно подавать приличные проекты на сумму. Это будут довольно сложные проекты, но если вы найдете нормальных партнеров, они за вас эту заявку или вместе с вами заполнят. И тогда есть шанс получить какие-то деньги от, ну скажем, это Евросоюз, скорее всего, будет на восстановление усадьбы. Тем более, если у них есть проектно-светная документация. А есть какой-нибудь ориентир им дать на местную власть? На местную власть. Вы знаете, откуда же у местной власти будут такие большие деньги? Конечно, пойти, да, я бы тоже пошла и в райсполком Новогрудский, довольно активен. Там у них много каких-то интересных в последнее время проектов. Та же Любча, она вот, замок, по-моему, она вообще без денег, на энтузиазме одного человека продвигается. За любым проектом стоит человек. Если этот человек хочет, если он не спит, если он думает, что, где и как найти, он найдет. Найдет и спонсоров, и партнеров, и так далее. Но это надо быть таким действительно фанатиком аппантанным. Ну, деньги насчет кредита на развитие усадьбы можно попробовать взять в Белагропромбанке. Это 2000 базовых и 5-7%. Сейчас уже снизились ставки и рефинансирование на разные другие проекты, особенно в сельской местности. Ну и свои, наверное, как-то сбережения тоже. И какой-то бизнес-план так, чтобы постепенно вводить этот объект, который вы хотите строить. То есть уже маленькая часть его работала, и уже начинала бы приносить деньги. Поэтому я... Это, конечно, не всегда... Это все так сложно, как вы рассказываете? Нет, это проще, наверное. Если у них там большая усадьба, да, как я поняла. Комплекс целый. Комплекс, да. Это же большие деньги, но так, под миллион, да. Ну, может быть, под полмиллиона. Это сложно. Их надо хорошо попросить и хорошо написать. А если это такой, ну, более масштабный обычному дому проект, ну, тогда уже значительно проще. Во-первых, поговорить с родственниками. Во-вторых, с друзьями. В-третьих, с Белогропромбанком. В-четвертых, с властью. Может быть, они что-то помогут, да, там, центры занятости. Все равно должен быть лидер, человек, который пробивал бы все эти инициативы и все эти документации. Победы, дудки, они же возникли в чистом поле. Просто очень хотелось. Но это как минимум 15 лет жизни, да. Или даже вот агротуризм мы начали в 2002 году. Это 15 лет моей жизни. Это ежедневная работа. Такая галера, вы знаете, с которой уже не уйти. Но есть результаты, да. Я считаю колоссальным в нашей стране. Там 2300 усадеб и так далее. Поэтому, если человек хочет, это получится. И вот человек, который хочет, позвонил. Купил дом за Молодеч на станции Прутки на Гудагай. Дорога, знакомая дорога. Он художник, музыкант. Значит, много пишет. На гитаре играет пианино. Вокруг него всегда есть люди. Вот хочу привлечь туристов, он говорит. Вроде есть желание, денег маловато. Но вот чего-то хочет все равно сделать. Вы знаете, мы всем сейчас советуем нашим, поскольку и кризис был, и не такой быстрый выход из него, думать о креативной экономике. О том, что не требует больших вложений, но то, что производит большое впечатление на туристов. Потому что вот то, что описал наш гость, который звонил, это музыка, это гитара, это вокруг, это вот эта атмосфера, да, удивительная, за которой туристы поедут. И уже там инфраструктура. Это будет второй вопрос, да, на втором плане. С кем можно связаться? Можно, опять же, позвонить в нашу организацию. И можно, опять же, я думаю, у них достаточно усадеб в Молодечском районе. Ну, я знаю некоторые, которые тоже активно работают, и творческие, и ремесленные мастерские. Есть у них общественный совет, чтобы вливаться уже у себя, сходить в райисполком. Ну, позвонить, конечно, нам, и, может быть, мы соединим с туроператорами, которые могут привозить туда группы. Ну, и, конечно, размещается в интернете о своих услугах. В интернете он есть, кстати. Есть в интернете. Так, материал, интересно, есть о деревне Васильки, такое поэтическое название. Деревня находится в Реческом районе, это Гомельская область. Позвонил кандидат исторических наук Пётр Михайлович, он явно на пенсии. Очень, говорит, у него интересная история создания этой деревни, исторический материал и местности вокруг этой деревни. Куда её, этот материал, его можно пристроить? Для начала и нам прислать по интернету, но я бы посоветовала связаться с краеведческой газетой, краизнаутшая газета при Фонде культуры. Мы с ней сейчас часто работаем, они любят такие вещи, да, на мове газета и, ну, вот, всё, что связано с Малой Родиной, такие истории необычные, да. Ну, и, конечно, в Реческий райисполком... Я думаю, что в этом году любая газета примет, если это... Такой материал, да, такой материал. Даже центральная вполне может идти. Знаете, я считаю, что эта инициатива прекрасная. Вот в конце прошлого года у меня была возможность встречаться с президентом, и, президентом, полчаса мы говорили на сцене, я стояла с докладом, а потом у нас было полчаса диалога. И я всё время, ну, как бы, подчёркивала, вот, агротуризм, мы развиваем экономику, новые рабочие места, деньги и так далее. На что он сказал, да, это хорошо, но вот мне не это важно. Мне бы было важно, чтобы деревне осталось жить, чтобы возрождены были местечки, чтобы там что-то происходило. Поэтому, я думаю, вот, Малая Родина, это идея, и то, что люди, ну, хотят что-то делать, и уже делают, и начали, это важно, потому что мы потеряем огромный пласт культуры, истории. И вот такой звонок, щемящий, можно сказать. Позвонила Тамара Николаевна Чернякова из деревни Лазовица. Это климатический район Могилёвской области, в пяти километрах от Могилёва всего лишь. Говорит, есть река огромная у озера, есть церковь, деревянная церковь без единого гвоздя, построенная. Ну, это уникальное сооружение. Домов много, но мало проживает людей. Ну, это такая традиционная ситуация, естественная, во многих местах, во многих регионах. Местное руководство забросило, говорит, их, и вода плохая в колодцах. Вот, говорит, куда кричать, кому обращаться. Вот услышали вас? Ну, во-первых, к местной власти всё равно надо обращаться. Надо стучать, да. Во-вторых, можно постучаться к нам, мы свяжем их с могилёвскими лидерами. Там есть общественный совет по развитию агротуризма, есть такой Сергей Кулягин, они развивают зелёный маршрут. Он журналист, да. Да, журналист Белтек, край животворных крынец. Он сам себе сделал тоже усадьбу, вот приблизительно в такой заброшенной деревне. И там у них есть инициатива. Во всяком случае, когда ты в коллективе или рядом с тобой единомышленники, тебе проще двигать эту историю. Ну, во-первых, надо всё равно поискать в этой деревне единомышленники. Ну, а вода, вы знаете, вода, она у нас вообще много где не очень хорошая в деревнях. Но то, что у деревни есть потенциал большой, потому что это, вы говорите, Могилёв, почему-то другой район, я не знаю. Да, это 5 километров от Могилёва, это вообще рядом. Да, но это рядом, да, это много туристов. И есть там ещё облтурист, такая организация, Лена Карпович, она такой энтузиаст, возит туристов в усадьбы, может быть, тоже ей сказать о том, что вот есть такое замечательное место. Ну, туда надо просто вложить деньги кому-то или самим, сделать несколько усадеб, тогда это всё будет двигаться значительно быстрее. Ну, вот такой вопрос, год Малой Родины. Хотелось бы, чтобы это был не год, чтобы это была государственная политика, возрождение программы. Это программа, да, Малая Родина. Она очень трогательная, она касается не только инфраструктуры, но истории, но ремёсел, но фольклора, вот всего, да. Ещё раз хочу подчеркнуть, такая вот уходящая натура, ну, не останется, если это сейчас никак-то не схватить. Какие ещё новости о общественном объединении «Отдых в деревне»? Ближайшие. Смотрите, ну, один из наших проектов, немножко касается нашей темы, это такой проект «Креативная старость». Мы как-то осознали и посмотрели, что в деревнях по статистике пожилых людей 35% в сельской местности. Да, это колоссальная цифра на самом деле. И очень много это женщины, и очень много это люди в силах, у которых есть уникальное знание. Опять же, это история, это ремёсла, они умеют петь, они умеют выращивать и готовить так, как никто. И вот мысль такая, несколько районов взять, объединить там вот этих пожилых людей в сельсоветах, связать их вместе с местными школами, а в сентябре провести такой большой фестиваль «Креативная старость». Ну, не так, чтобы по всей Белоруссии, но вместе с «Красным крестом» мы уже обсуждали это, где-то 18, может быть, районов получится. Это всё, что угодно. Всего лишь 18, да, как вы говорите? Но это же огромная работа. Потому что это пригласить и туристов, и гостей. Пожилые люди покажут и выставки свои, вышивки, они приготовят что-то, школы местные тоже внесут своё, это, может быть, концерты. Это такой спектр всякой деятельности, который может проходить. Смысл в том, что надо на всё это посмотреть, и надо понять, какие активные, талантливые люди живут в деревнях, и давайте мы их привлекать. И они пример покажут другим. Конечно. Кроме того, наши же усадьбы тоже с радостью будут приглашать их к себе. В общем, вот такой у нас проект. И второй, конечно, мы очень много занимаемся гастрономией, кулинарными картами. Недавно представители нашей организации ездили в Италию на выставку в Бергамо, и там представили и агротуризм, и ряд блюд. Я сама туда ездила, правда, на короткое время, и делали кулинарное шоу, такую вот кулагу нашу из диких ягод. Всё было супер, итальянцам понравилось. Такая трансляция шла на экраны большая. Во всяком случае, то, что... Вы это привозили с собой или как? Да, готовила там. Ягоды привезли клюкву и голубику, и ржаную муку, и ржаной хлеб. То есть наша мука собственного производства, да, получилась? Да, и наши дикие ягоды. Это было безумно интересно, красиво. Потом раскладывали это в такие маленькие стаканчики, кусок ржаного хлеба, кусочек. Итальянцам очень понравилось. Я вообще считаю, это прекрасный десерт, который надо возрождать. Всё понятно. Вот так вот прошли. Да, и следующий год мы уже поговорили с теми, кто занимается сельским туризмом. Например, Воложинский район, кооператив. Они много чего производят. Алла-Поликарпук, это Кобринский район. Мотль, конечно. Выехать туда со своими ещё и продуктами, показать их, и там всё это можно продать на выставке. Ну что, ещё несколько вопросов успеем. Да, несколько вопросов. Есть предложение, прозвучало сощучено. Выйти вам, вашему объединению, на районные газеты, чтобы была рубрика «Знайсти свои корони». Хорошая идея, да. Хорошая идея, чтобы они, ну хотя бы колонка небольшая была. И тогда люди будут писать и какие-то свои истории, какие-то свои легенды. Да, потому что вот история-то самая, когда это человечная история одной семьи, или человек это трогает, значит, на сильнее. И второй вопрос. Живут в Рогачёве, очень бы хотели взять землю под Рогачёвым и разводить фермы, ну там, кроликов, может быть, лошадей, может быть, овец, ну, желание есть такое. Землю дают бесплатно или надо платить, если такую ферму? Мне кажется, землю дают бесплатно фермерам. Во всяком случае, даже ещё помогут местные власти. Местные власти, да. То есть такого претендента у вас не было. Ну, я думаю, что деньги дают бесплатно. Более того, ещё поддержку оказывают такую организацию. Мне тоже кажется. Дорогу или свет, что-то они делают. Но нам же очень важно, чтобы сельское хозяйство развивалось. Ну, что вы, это было всегда. Ну, это хорошая инициатива. Я знаю, в России она сейчас развивается очень активно. У нас активнее, чем в России. Да, вот слабо. Поэтому я думаю, что очень правильно. Кроме того, вот те фермеры, у которых есть вот какое-то производство, например, или косы они выращивают, сыр делают, или цветы, или всё что угодно, туда ещё потом привозят детей и туристов, посмотреть, как они это делают. Это тоже интересная программа. И семья большая у них, пятеро детей. Вот, говорит, мы все хотят, все заниматься. Так пусть занимаются. Надо помочь. Да, это еда органическая. Да. Ну, сейчас такой тренд в гастрономии, в мире, покупать локальный продукт. Я сама бы покупала и покупаю там в тук-тук, лотук или у своих знакомых фермеров скорее, чем я пойду в магазин. Потому что они вырастят кроликов или кого без гормонов, без антибиотиков. Это будет великолепное диетическое мясо. Поэтому тут я считаю... То есть инициатива очень хорошая. Прекрасная и, главное, она вполне окупаемая. Вот СМС-вопрос прислал его Владимир. Это уже даже не СМС. Тут много СМС вместе, да. Он, к сожалению, не написал, откуда он. Но вот согласен с нами, с вами, что да, в деревне, конечно, очень хорошо. Но он сам живет в деревне и говорит, что... А вот дети, к сожалению, куда их пристроить? Если в деревне ребенка не отдашь ни в кружок, ни в секцию. Про машины вы сказали, да, что вот сейчас, в принципе, легко добраться на собственном транспорте. Но он говорит, это у вас в больших городах с этим нет проблем. А в деревне вряд ли есть машина у каждого. Ну да. Это редко у кого есть. И вот он говорит, у него, значит, пятеро детей, он многодетный отец. Большое хозяйство сдаёт государству молоко. И вот говорит, а детям как быть, да, вот в этой деревне, да? Ну, я думаю, что у них... Во-вторых, вот опять же про общественный транспорт он высказался, который практически там вот вымер. Я согласен с ним, потому что... Есть такие места, да. Доехать в деревню на общественном транспорте... Нереально сейчас. С пересадками, ну, очень сложно это, добраться бывает. Ну, мне кажется, детей у нас всё-таки возят сейчас на автобусах, да? Ну, сейчас в основном маршрутное сообщение, да. В деревнях. Да. Ну, конечно, когда... Школу не построить. И выбор, смотрите, либо жить так, а всё равно надо ведь и учиться, и профессию приобретать, и о будущем думать, да? А есть ли будущее у этих пятерых детей вот в этой маленькой деревне? Или всё-таки в будущем связано будет с большим городом? Ну, может быть, не с городом, но с райцентром или с агрогородком, да, где есть кружки, где есть какие-то занятия для детей. Тут надо всё смотреть индивидуально. Вы знаете, я, конечно, не предлагаю это, но очень многие мои американские друзья, которые живут где-нибудь вот в таком месте, малодоступном, они сами обучают своих детей по школьной программе. Я это не предлагаю, но я имею в виду, что каким-то навыкам можно учить своих детей тоже. Ну, и, конечно, связаться с властью, я думаю, что и в агрогородках, и в ближайших каких-то более крупных населённых пунктах это всё есть. Да, вот трудная ситуация, пятеро детей, да. Я понимаю, что... Кстати, агроусадьбы, вот это ведь не только наше белорусское явление, правда? Агротуризм, он есть во многих странах мира. В США он тоже есть? А, конечно, да. Как там, американцы? Всё есть во всех странах, конечно. В европейских плюс Америка и Латинская Америка всё по-разному. И в Кении я видела сельский туризм, всё по-разному. Но Америка, она же суперразвита страна, и там-то точно машины есть у всех, да. Общественного транспорта, скорее, нет. Поэтому есть у них и такого типа ранча, да, агротуризм, связанный с сельхозпроизводством. А есть то, что называется bed and breakfast, ночлег и завтрак. Это просто очень красивые дома в сельской местности, где ты можешь разместиться. Как правило, они исторические. Ну, понятно, там всё в основном очень красиво сделано. Ну, а если брать наших соседей, ну, примерно то же самое и там происходит. А страна Италии – это мека, агротуризм, а Тоскана. Там 50% иностранцев. Но, поверьте, когда они начинали в 60-х годах, я сама удивилась, когда это читала, что в комнатах было по 7 человек, и удобств не было. Сейчас и там всё уже расцвело. И монастыри, и усадьбы, и фермы выглядят как дворцы. А начиналось всё очень скромно. Поэтому я верю в прогресс и в экономику. И я считаю, что земля, которая сейчас, ну, очень часто не нужна, вот та же деревня под Могилёвым с озером, она будет стоить денег. И особенно места, которые около водоёмов. Поэтому те семьи, которые могут сохранить эту собственность, пусть сохранят. Дети скажут спасибо и когда-нибудь вернутся. Вопрос такой, критический. Просят нас опуститься на землю. И говорят, вы знаете, для того, чтобы возродить сейчас... Землю нас всегда опустят. Чтобы возродить малую родину, это огромные деньги нужно вложить в государство. Поскольку много заброшенных деревень, унижающих... А почему государству? И не только государству, и людям вложат. Это должны сделать люди. Государство – это большая родина, а малая – это наша личная. Да, это личная забота. И, в общем, естественно, деньги всегда. Но когда мы проводим обучение или тренинги, у нас есть одно такое правило. Только давайте не будем никогда говорить, что нет денег. Потому что если ты хочешь чего-то, ты найдёшь деньги. И ты найдёшь себе единомышленников. Это, безусловно, проблема. Но если только о ней говорить, то никогда ничего ты просто не начнёшь делать. Поверьте, когда мы начинали строить дудудки, денег не было, но было желание. Валерия, вопрос такой от меня личный. Вот я сама из Хотенчиц, Вилейский район. Там есть всё. Заброшенная школа двухэтажная, больница, поликлиника была, амбулатория, библиотека, почта, церковь. Правда, она разрушенная. А деревня вымирает. Вот я не представляю, вот как возродить её, эту деревню. Потому что там некому браться за это дело. Это, наверное, местные власти. Ведь можно было пристроить эту же школу, эту же поликлинику, больницу. Я думаю, это всё на аукционах и висит. На аукционах, да. Я думаю, что есть, да, и предлагаются купить. Но это не мы одни. Это, в принципе, мировые процессы. Но всё, в города тянутся люди. А жаль. Вот моя малая родина. Жаль. Вот отправляйтесь туда. Да, домик берите. Огромное вам спасибо, Валерия, за эту встречу, за ответы на вопросы, за то, что людям и слушателям нашим, которые сегодня звонили, задавали вопросы, писали. Сердце всех болит. И даже посвящали стихи. Актуальный микрофон завершен. У нашей студии сегодня была Валерия Клицунова, керавник громадского объединения «Атпачыны» к увёзце. Вели программу Алена Швайко, я Дмитрий Грубашный. Усяго наилепших. До новой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова